Всем приветики! Привет! Сегодня со мной Оля. Сегодня мы вам расскажем наше независимое мнение о... Я забыла это слово. Хитах. О хитах Ютуба. Я попросила Олю, чтобы она приготовила пять продуктов, которые подходят под название хиты Ютуба. И также я сама приготовила. Мы не видели продукты друг друга для того, чтобы это оставалось более интересно. И сегодня мы вам расскажем наше такое самое независимое мнение. Значит, она приготовила это в коробочке. У меня он вот такой вот, как это называется, шапка Санта-Клауса. Да. Да, Деда Мороза. Ты показала туда? Нет, почему я сюда показала. Вот, шапка Санта-Клауса. Окей. Значит так, первый мой хит Ютуба. Ну, я хочу сказать перед тем, как она начнет, что мы будем... Я тоже буду свое мнение говорить по поводу твоих хитов. И ты скажешь, и я скажу. Да, да. Нет проблем. Чтобы вы знали два мнения, потому что у нас мнения будут точно разные, я в этом уверена. О-о. Ну, у меня... Давай. У меня вроде там все хорошее. А у меня ничего хорошего нету. Пекалите. О. Это знаменитые румяна от Tarte. Как мы их с моей сестрой называем, торты. Я даже не знала, что у тебя они есть, если честно. Ага. Значит, я их купила, если честно, в наборчике. Можно полапать? Да, можно полапать. Вот это можно закрыть. Это, извините, можно закрыть. Вот такой цвет называется Achiote. И если я не ошибаюсь, это вообще какая-то лимитка или что-то такое эксклюзивное, потому что я его покупала в наборе. Ну, супер румяна. Да, у меня такие, у меня есть экспоуст. Да, у тебя самые знаменитые. Ну, да. Если я не ошибаюсь, да. Самый знаменитый, самый оттенок. Кстати, вы знаете, что я недавно узнала с Лизиного канала, да? Ты, может быть, узнала? Да, конечно. Что? Что она купила их только недавно. Что? Что я раньше от этого не додумалась, что упаковка у Tarte обычно такого цвета, как румяна внутри. Да, да, да. Спасибо, Лиза, за информацию. Это супер. Это очень, да, конечно, помогает. Вот. И я этот, если честно, не видела свочи этого именно цвета, но он мне очень нравится. Он супер стойкий, румяна. Около 4-5 часов где-то примерно они на мне держатся и супер. Мой must have, нет, must have, да, must have. Мой хит, ютубер, это Tangle Teaser. Вот такой вот у меня в мини-варианте, да, блин, язык заплетается, в мини-варианте, который идет с такой, типа, закрывалкой, да, можно с ним ездить. В общем, типа, не было? Не было, но я слышала. В общем, давайте так, скажу вам так. Tangle Teaser, я не знаю, кому это удобно, мне неудобно держать его вот так в руке. А сейчас мне так неудобно причёсывать. Я всё-таки люблю расчёску, которой можно причёсываться, как расчёской. Да, подержи тебе. Ну, оно как бы идёт, в принципе, по руке оно идёт. Да, держать удобно, но мне неудобно вот этот вот сам процесс, что моя рука как бы ездит по волосам. Всё-таки я предпочитаю расчёску, и чтобы вот она, я держала за ручку, она расчёсывалась. Может быть, даже это, извини, что перебиваю, может, даже лучше даже для коротких волос, мне кажется. Да, и я бы сказала, что, если честно, мне как волосы другие расчёски дерут, так и он дерёт. Я бы не сказала, что от него меньше волос становится, как бы меньше волосы дерутся. Расчёсывает она хорошо, и сухие волосы, и мокрые, но также обыкновенная деревянная расчёска за 2 доллара, или за 2 рубля, или сколько она тебе стоила? Она стоила 10 паундов. 10 паундов, ну сколько это в долларах? Ну, дороговато. 10 паундов, где-то 15-16 долларов, наверное. Да, нет, это может быть 13-14 евро, а 15-16 долларов. В общем, такое, знаете, расчёска на тройку, так что, ну, такое моё мнение. Чего не было никогда, да? Нет, не было, но я видела, естественно, знаю, что это, с чем его едят, но окей, не буду. А, скандалайз. Она меня удивляет, я была уверена, что она другие вещи положит. Окей. Всем известный, кто ещё не знает, абсолютно нюдовый, извините, не его зовут. Карандаш нюдовый от Rimmel London, цвет номер, whatever, 005, нюд. Обычно его используют вот здесь вот, как это называется? Слизистый. Слизистый, да. Водная линия, водная линия. Ну, вот здесь вот водная. Слизистая, классно будет. Водная линия вот здесь, чтобы немножечко, как бы, будить, как бы, просыпаться, вроде бы, как, если вы немного уставшие, или глаза немножко красные, или что-то в этом роде. Да и вообще, даже если у вас нормально выглядите, если можно вот здесь вот подрисовать, то, в принципе, оно, как бы, делает глаза более яркими, светлыми. Ну, что-то оно там делает. Я согласна. Очень хороший карандаш за его стоимость. Стоимость, естественно. А, я даже не знаю, что это он. Кстати, хочу вам сказать, что ссылки, если найти продукты, о которых мы сегодня говорим, нравится нам, не нравится, я постараюсь вам найти и оставить, конечно же. Да. Я еще знаю, что я очень хочу черный такой попробовать, потому что говорят, что он хороший. Нет, не хороший. Я пробовала, он плохой, он нестойкий. Понятно. А вот, значит, мое мнение, независимое, о этом карандаше. На мне течет. Ну вот, а ты черный хочешь попробовать. Я хочу черный. Я не верю, что он на мне не течет вообще. А, смотрите, он как бы, ну, вот я его нарисовала час назад. Ну, и видно, что ты нарисовала. Ну, его видно. Но он в какое-то время, ну, я не знаю, насколько он должен быть стойкий, если честно. Говорят, что он очень должен быть стойкий, что это, в принципе, воск. Да, ну, нет, нет никакого сомнения, что он очень хорошо наносится, то есть он очень мягкий и очень легко с ним работает, но немного он на мне, ну, я бы хотела дольше, чтобы он на мне остался. Ну, посмотришь через два часа. Следующая моя вещь, быстренько поговорим о ней, это будет биодерма. У тебя была биодерма? Да, розовенькая. Ну, вот, у всех была розовенькая, все на нее жалуются. У меня никогда не было розовенькой биодермы, я вам так показываю. В общем, у меня вот такая вот тинька биодерма, это мицеллярная вода, которой вы снимаете макияж. Эта вода также чистит вашу кожу, она может использоваться как тоник, да? Ее многие используют как тоник. Синяя, да? Все из чего? Синяя, в принципе, она такая же красная, только синяя, она с увлажнением, она типа увлажняет. А, я вижу мою часть. Увлажняет, вот. Я обожаю эту воду, я пробовала ужасный лореаль, я знаю, что многие лореаль любят, я терпеть не могу лореаль, это просто отвратные химикаты, которые скользят и мылятся на лице, тем более на жирную кожу. А, я пробовала гриньер, от которой я была в первое время в восторге, потом она была нормальная, под конец она какая-то стала странная, не знаю, почему на мне она стала очень странная. И вот, я не знаю, я закончила таких уже, не конкретно этой, но несколько вот таких вот баночек, у меня была зеленая и вот эта синяя, и все-таки она до самого конца работает так, как она должна работать, она действительно хорошая вода. Она чистит, от нее кожа, у меня жирная кожа не сохнет, в общем, я очень недовольна, это, наверное, одно из немногих, один из немногих хитов Ютуба, который, я считаю, действительно хитом, и не просто так вокруг него, тарарарарам. Мое мнение о Биадерне, как я уже сказала, у меня были розовые версии. Розовые, это оригинальная. Поменьше, побольше, то там покупала, то там покупала. Мне очень, очень, очень нравилось. Он снимал, действительно, сколько у меня там, ну, немного поседневного макияжа, он действительно снимал очень хорошо и, как бы, завершал весь процесс. Ну, мне подошло. А, еще многие жалуются, что остается лицо липкое, но, если честно, после Биадерне я всегда умываюсь, не важно что. Я вообще, я вообще предпочитаю всегда умываться, не важно, какой тоник или что, или мало. Нет, ну, вот единственное, нет, почему, по Тайерс я наношу, я не умываюсь после него. Ну, мне как-то все равно хочется умыться, честно сказать. Да, я не умываюсь, нет, после Тайерс я вообще не умываюсь. Ну, после него я им смываю косметику, глаза, глаза он просто шикарно смывает и умываюсь. Как я делаю. А, это хит? Это хит, считается. Фолсис Шельмей, извините, я вставляю по привычке и вибридские слова, извините, пожалуйста. Мэйбелин, девочки из треке что-то, хит. Да. Таня Бюр, и все их любят. Да, в общем, это одна из серии Фолсис, Мэйбелин. Есть разные всевозможные, разные перышки, разные... А-а-а, я знаю, это сейчас, это новая тушь? Ну, сравнительно. Да, вот с этой вот кисточкой странной. Именно этой версии год. Но они каждые 3-4 месяца, да, в нашей деревне, 3-4 месяца они немного как бы добавляют, там Фолсис такой, Фолсис такой. Да, вот кисточка шикарная, я не знаю, она силиконовая или нет. Нет, это не силиконовая. Она не считается силиконовая. Ну, ладно. Силиконовая. Вот, она вот так вот немного внется, то есть, когда вы наносите тушь, вам, ну, и закруглить хорошо реснички, то она, в принципе, так вот помогает, как бы, да, закруглить. Единственное, что, ну, вот, немного осыпается, вот именно, если я крашу нижние реснички, то немножко осыпается. То, что ты имеешь в виду. Да, не знаю, я, мне не нравится она, если вот, как хит-хит, вот, вау-вау-вау-вау, то есть, тушь, моя вот тарт, она мне намного больше нравится, но она, в принципе, ну, как вот, как она работает, как я, когда я наношу, она, да, удлиняет мои ресницы, она, да, хорошо закругляет, то есть, я не использовала сейчас, мне закругляло, как это называется по-русски, вот это, которые ресницы закругляют. Не знаю, он так называется, закруглите ли ресницы, Герочки, скажите, как нам это называется, потому что мы не знаем. Ну, да. Окей, в общем, оно, в принципе, работает хорошо, ну, на час. Ну, оно, в общем, не хит-ютюба. Ну, как, то есть, она не может под названием. Оно хит, но оно, я не куплю это второй раз. Фигово-хреновато это называется. Румяна-бенефит. И не только румяна, и бронзер, вообще. У меня все идет в миниатюрки, что класс. Ну, да, не знаю. Все это фуфло, и ничего классного у нем нету. Класс. Да, и пробовала помазикать его? Нет. Кроме королиста. Королиста единственное, что... Вот это, да? Да. Он единственный... Я сразу в него полезна. Да. В общем, у меня миниатюрки, 4 миниатюрки. Я, когда сейчас была в Ирландии, бенефит там очень-очень популярный. И в любом, в любом большом магазине есть бенефит. Стендер, да. Постоянно везде есть стендер-бенефит. Это прям такой самый какой-то популярный у них популярный... Как там вот так называется? Ну, популярная фирма очень, в любом случае. И я очень часто наносила разные. Я перепробовала, по-моему, все румяна, которые я хотела попробовать когда-то. И, если честно, есть столько много классных румян. Есть вот эти тарты, что мы говорили. Есть Слик. Есть те же Кико, самый дешевый. Есть Бобби Браун, дорогие, замечательные. Ну, это ничего не стоит на уровне. Не знаю, как-то они у меня не впечатляют. Что тебе больше всего нравится? Больше всего стойкости. Вообще нету стойкости. Намазал, через час все слезло. И даже на тебе это видно, что они вот такие хлюпенькие. Вот ты сейчас руку чуть размажешь, и все, до свидания. Ушло все. Все свочи ушли. То же самое на руке. Тем более, если кожа у кого жирная, она начинает немножко такими пятнышками становиться. В общем, тут есть два цвета у меня. В общем, самый светлый Дан Де Леон вот этот, или как он там называется правильно. Шугар Бам, вообще просто, извините, отстойные цвета, которые, во-первых, на лице не видны. Во-вторых, они абсолютно быстро стираются. Самый нормальный цвет, который бы я всем посоветовала, если вы хотите попробовать эти румяны, это Королиста. Они действительно достойные. Их цвет, он очень универсальный. И он очень неплохо держится. Это вот этот вот цвет. А хула, она просто очень сильно пылит. И, ну, если честно, я не понимаю, вокруг нее всего шума, честно тебе скажу. Потому что, ну, вот не знаю, слик, что я тебе давала, они замечательные. То есть, ну, хула, ну, хула. Я никогда не куплю себе большой продукт, несмотря на то, что в Орландии я ходила вокруг да около, думала, что-то очень хотелось, глазами все съедала. Но из-за того, что дома я ими почти не пользуюсь, я себе никогда не куплю большой продукт этих румянов. Мы согласны, что это хит Ютьюба. Однозначно. Однозначно хит Ютьюба. Однозначно хит Ютьюба. Однозначно классно. Запах, который называется Ванилой Макадамия Кис. Вау. Их можно просто кушать. Ну, я не знаю. Вау, сколько ты уже использовала? Я могу по них. Скажи. Да. Вау, у тебя же вообще ничего нету там. Да, вот этот... Круто. Да, этот просто... Да, и все не знают, что они видят. Я просто его... Могу вазать это. Я не знаю, если вы видите, но тут вообще ничего нету почти. Да. Прикол, я никогда такого не видела. Реально, круто. Вот, это... Окей, да, давай. Окей, да, ты права. Карамелька. И вот эти две последние я купила тоже в Лондоне. Это... Малинка и Блюбери. Блюбери мне сказали, что это... Черника. Нет, что это не черника. Нет, что это голубика. Голубика. Да, блю, голубик. Да, можно быть. Очень логично. Я все думала, что черника. Очень-очень логично. Увлажняет. Супер. Вкус, запах, цвет. Супер. У них все супер. Консистенция супер. Цена супер. Еще лучше. Советую. У них все супер. Они суперские. Все супер, да. Хит однозначно. Однозначно. Стойчив. Следующий мой хит. Это будет... Та-дам! Та-дам! В общем, YouTube Blender. Я, как и все ютуберы, считаю, что это самый лучший спонж. Я серьезно так считаю. Я считаю, что он очень хороший спонж. У меня есть здесь вот просто на сравнение этот Realty Quit. Сдолбанный спонж. Да. Да, ты же делала. Ну вот она... Да. Ты чувствуешь. Реально. Я чувствую. Поэтому кто вам рассказывает сказки? У тебя нету ни того, ни того? Нет. Нету ни того, ни того? Нет. Ну вот, ты чувствуешь на пальцах? Или... Реально чувствую, что это намного-намного мягче. Это не то, что мягче. Это такой как бы сухенький более. Такой тик-тик. Легко им очень. Да. А этот более такой вязкий. Он даже и легче. Ну и, в общем, однозначно хит ютуба. Однозначно очень хороший спонж. Стоит своих денег. Конечно, он дорогой. Поэтому ищите его на скидках. Очень часто он есть на разных сайтах на скидках. Покупайте по два, по три сразу. Я считаю, что это очень хорошее вложение денег. Именно для тех, кто... Он весь в собачьих волосах. Не важно. Для тех, кто любит спонжами наносить косметику. Ну, в смысле, в финальный кремон. А-а-а-а-а-а-а-а. Окей, это не все, что у меня есть. Потому что ко мне по дороге две кисточки, которые заказала Сай Херба. Какие? Ну, их называют типа беличий хвост. Это blush brush. Большой и маленький. Большой. И есть еще маленький. А, и ванты. Есть большой. Да, один большой и есть... Да, 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 да. Они у меня есть. Я знаю, потому что ты говоришь. Степлинг браш. Да. Дай потрогать ее. Так, девчонки. Ну, все вы, конечно, знаете. Хит ютуба. Это тетя, которая придумала эти кисточки. Саманта. Это всеми известные две сестренки. Пикси Ву, Саманта и Ник Чапман. Саманта, естественно, придумала. Потом уже Ник к ней присоединилась. Думаю, что я буду... Хотя это вот by Sam and Nick. Да, вот. А, не все by Sam? Все by Sam? Нет, нет, нет. Вот эти, Саманта. Да, вот эти, Саманта. Ну, в общем, кисточки супер-супер-суперские. У меня еще есть, Чемуданя, там две такие, которые с крышечками, которые уже там Ник тоже присоединилась к ним. И ты ими пользуешься, тебя с крышечками? Да, да, ими пользуюсь. Ну, с крышечками не очень, я не пользуюсь. Для бронзера мне интересно. Да, я пользуюсь, но больше там, но не важно. Вот, в общем, это пока что те, которые у меня есть. Я еще, естественно, хочу еще... А, у меня есть еще вот это, которое самое... Ой, извините, девчонки. Короче, где оно? Оно где-то приятное обаляется. Вот, в общем, есть кисточка, которая называется... Ой, ну, Габи. Двигаться я сейчас нашла. Все, извините. Вот, есть кисточка, которая называется Dome Shadow Brush, но я ею очень люблю растушевывать консилер. Именно здесь она суперская. Суперская. Она шла в наборе, тоже у меня был набор... Набор... А, боже, а где моя? А, вот этот. Был набор у меня с трешечки. Вот этот, вот этот. И была еще кисточка, которая у меня там тоже в чемодане лежит, которая такая более, как бы, для мейкапа. Вот. Вот это, естественно, кисточка. Ну, в общем, что в них хорошего, то всеми можно делать все. Вот это то, что я вам рассказывала в своем видео. То, а 10 необходимых кистей, вот это вот очень мультитескинг браш, очень хорошая с ней. Я ездила сейчас в Ирландию, одну с собой взяла и все. Ну, да. Еще одну маленькую зону, вот это я все делала буквально. Вот. То есть вы по своему усмотрению, по своему желанию можете делать все, что угодно, как кисточку. Ну, по мне, вот если уж по поводу Ютуба говорить, это одно из самых лучших вообще, что Ютуб, ну, дал людям вот эти кисточки. По-моему, они за свою цену, за свое качество, они просто супер. Ид Ютуба. Палетка Лорак Про. Конечно же, купила я ее только потому, что все ее покупали. Я как стадо баранов побежала ее тоже покупать. Вот такая вот палетка. У меня первый вариант. Сейчас я эту палетку хочу продать. Красота. Палетка хорошая, очень хорошая подборка цветов, насколько я понимаю, в тенях. Шикарно. Ты видела, когда ты вживую? Ну, сейчас. Вживую, ты видишь? Ааа, линуя. Тени хорошие, и в принципе пигментация у них даже неплохая. Ну, что тебе, они не нравятся? Нет, если честно, мне в них нравится все, но я вообще за тени, я уже это как-то говорила. Мне кажется, если будет хорошая база, потому что у меня жирные веки, у меня вообще жирное лицо, у меня все жирные, и на мне никакие тени. Даже мои самые любимые Chubby Stick от Clinique, они вообще на мне растекаются, если я не буду под них класть хорошую базу. Кстати, база Too Faced на мне самая лучшая, проверена. Многие-многие базы, которые я пробовала, одна из самых лучших баз на мне. И можно, да? Да. И вот эти тени тоже... Я уже так грела, уже себя хорошая. И вот эти тени тоже замечательно держатся на базе. А, наверное, я скажу, что мне эта палетка своей цветогаммы больше нравится всех палеток Urban Mickey. Серьезно? Да. Лично мне. Потому что здесь что? Больше матовых? Потому что, во-первых, есть строчка матовых, и во-вторых, строчка... Строчка? Нет. Так, полосочка этих шиммерных, она более такая под все подходит цвета. Тебе так не кажется? Мне кажется, что она здесь и есть и теплые цвета какие-то, и более холодные цвета. И можно смоки сделать, и можно дневной макияж. Да. Она более такая универсальная, нежели каждая палетка Naked. Ну да, есть что-то. В плане качества, мне кажется, они все похожи. Честно вам скажу. Все одинаково хороши, ты мне считаешь? Все одинаково хороши с хорошей базой. Все одинаково без базы. Серьезно. Что Urban Decay на мне, потому что у меня осталось дома две маленькие Naked, что MAC, что вот это вот, все без базы, не держится на мне. С базой, с хорошей все держится и передается пигментация хорошо. Лично мое мнение. На мне лично. Ну, если сравнивать такие вот профессиональные палетки, мое мнение, то что Naked, у меня оригинальная есть Naked, то я выгляжусь тоже отличающим. Я даже не думаю, что я делаю, я могу вот так раз-раз-раз сделать, и все, и супер. Ну, вот сейчас я сделала. Да. То есть, ну, я люблю. Ну, вот, ну, видите, я человек не теней, я теней, вот и люблю свой клиник, чабистик, в который я просто влюблена. Мне имели проще всего вот так вот раз-раз-два и пошел. И вот поэтому по поводу палетки у меня такое двоякое. С одной стороны, она хорошая палетка за цену свою, она стоит дешевле Urban Decay Naked, она стоит дешевле почти 12 долларов. Э. Да. Она стоит 40, а тебе стоит 52. А, окей. Она, да, дает, то есть я понимаю, почему она хит, но с другой стороны, любые тени, даже самые дешевые, тот же Флормар, Белли, какие там есть эти дешевые тени. Коллекшн. Да, коллекшн с хорошей базой, в которую, кстати, нужно вложить деньги, будут также замечательно держаться, передавать цвет. Ну, как по мне. Угу. Главное подобрать нужную цветогамму для твоего цвета типа кожи. Угу. Вот, например, для Оли, если вы заметили, какого она цвета типа кожи, она более теплая, нежели я, ну, даже это очень можно видеть. Видите, ей коралловые цвета подходят, она более блондинка, нежели я, у нее более такой темный оттенок кожи и более такой на желтоватый. Угу. Ну, как бы более такой солнечный. Солнечный паттон. Ей подходит Naked 1, кому интересно. Ей просто Naked 1, это для меня. Вот, ну что, все? Все наши хиты Ютуба, у нас еще было очень много хитов, на самом деле. У нее есть очень много еще хитов. Она вытащила все, что я не ожидала. Молодец. Хорошо подготовилась. Я бы ничего, у тебя еще дофига всего есть. А ты мне тогда сидела говорила, какие хиты у меня есть? Я говорю, я тебе перечислила только пять, и у тебя еще десять есть. Ну, ну, поскребла по сусекам. Что у тебя по сусекам? Ну, ладно, мы будем прощаться. Да. Может быть, завтра для вас еще что-нибудь снимем? А, мы с ним. С ним? Да. А тебе сидей. Идем. Ну, тогда это следующий карат. Пока. Всем привет. Ну, что ж, наступила зима, и настало время сделать какой-нибудь зимний таг. Я вас спросила в инстаграме, какое бы видео вы хотели видеть на моем канале, вы мне подали идею сделать зимний таг.